Это муниципальная территория, но это муниципальная территория. Что это значит? Это все наше. Это наше муниципальное, которое можно обустроить. Вот смотрите, приведу пример по своему дому. В моем доме мы планируем в этом году поставить еще два фонаря. Я специально попросил управляющую организацию, для того, чтобы они поставили еще один фонарь, вот на этой территории. Это не наша, это не наша дворовая территория, не наша. Но здесь ходят и мои дети. И мы это дело сделаем. То же самое, эту дорогу можно общим усилием со всех домов сделать. Но я сейчас вам говорю о совершенно другом. Почему опыт моего дома нельзя перенести на ваш? Его же можно перенести. У вас будут такие же парковочные карманы. Будет так же расширена дорога. Будут такие же большие детские площадки. Фонари, блатремонты. Это же можно сделать. Это же можно сделать. Ну скажите мне. Мы не берем лишних денег. Ни у кого не просим. Только наши деньги. То же самое можно же и у вас во дворе сделать. Но можно же. И эту же дорогу можно сделать. Я вам почему и говорю. То есть опыт таких людей, как и я, можно использовать в администрации нашего города. А почему этого не делается? У нас что такие дворы? У нас практически единицы таких дворов. Вы же говорите, вот это не ваша территория. Это не... Это чай, китайская что ли? Почему территория? У каждого дома закреплена. Согласен. Согласен. А вот смотрите, еще Илья Михайловна вам ответит. Не ходите. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Популова Елена Михайловна. Я один из лидеров общественного городского движения «Сила народа». Я отвечу на вас следующим образом. Вот эти междворовые территории, это муниципальная земля. Вы правильно говорите. Почему на нее? Почему она не благоустраивается? Потому что на нее нет денег в городском бюджете. А в городском бюджете денег нет. Почему? Потому что наша городская власть планомерно продает, доводит до банкротства и продает муниципальные предприятия, которые наполняют этот бюджет, под которых налоги и прибыль этих предприятий муниципальных идет в городской бюджет. И именно с городского бюджета ремонтируются междворовые территории, ремонтируются школы и детские сады. И если бы наш городской бюджет, который сейчас, к сожалению, имеет целый миллиард долга, был профицитным, у нас бы даже в школах не собирали так называемые добровольные пожертвования на ремонт школ. Согласны со мной? Да. Согласны. Мы, городское движение «Сила народа», при поддержке Коммунистической партии Российской Федерации, весь год администрации нашего города не давали продавать муниципальные предприятия. Мы спасли, я повторю, вот Андрей уже говорил, мы спасли от продажи трамвайного управления. Румо, мы спасли асфальтобетонный завод. Завод сейчас функционирует по трамвайному управлению, ситуация пока висит в воздухе, потому что администрация города категорически не желает признать это предприятие социально значимым объектом, что позволило бы предохранить его от приватизации и получить определенные налоговые льготы. Так вот, друзья, для того, чтобы междворовые территории, как эта дорога, на которую сейчас указал мужчина, привести в порядок, нужно сменить власть в городе. Мы весь год били эту власть по рукам. И они в итоге решили свалить свою проблему, как говорится, с больной головы на здоровую. Когда в очередной раз никто не купил диспетчерскую трамвайного управления, они так и заявили. Да все это потому, что есть некоторые буйные общественники, которые распугали всех предпринимателей. Понимаете? Так и слава богу, что распугали. Кому-то очень нужна эта диспетчерская в центре города. Понимаете? Кому-то она очень нужна. И администрация ее очень хочет продать. Не нужно им это позволять. Я еще раз говорю, друзья, наш город будет процветать только тогда, когда останутся муниципальные. Еще те, которые остались в муниципальные предприятия, будут развиваться. Нашим предприятиям администрация развиваться не дает. Город будет процветать. И тогда, когда в городе, дай бог, когда-то откроются снова другие, вернее, муниципальные какие-то предприятия. Вот и вся задача. Здесь диспетчерскую не хотят продавать, да? А трава это нет, линию-то разобрали. Все. Линию, послушайте меня, дорогие. Линию они успели, до того, как мы буйные появились, как говорят они, да? Линию надземги успели разобрать. Вот то, что в городе первый, второй и третий, да, маршрут, они остались. Они функционируют. И наши активисты, даже вплоть до того доходило, что мы ночью, извините, когда они там под предлогом каким-то копали на улице Пирогова, так наши активисты там караулили, чтобы они рельсы не сняли. Понимаете, а было такое распоряжение? Мы за город весь год бились. Мы его спасали, чтобы вы, мы и наши дети могли в этом городе жить. И жить достойно. И не уезжать никуда. Да, и еще я вам расскажу, можно? Да, и еще я вам расскажу такой момент. В октябре прошлого года наши администрации, ой, извиняюсь, наши депутаты хотели лишить горожан права самим выбирать мэра города. Так вот, мы это им тоже не позволили. Узнали об этом законопроекте, который наши депутаты отправили в Краевую Думу, мы совершенно случайно. Все встали на уши, понимаете, как говорится. И журналисты освещали все в СМИ. Спасибо им огромное за поддержку, за информационную поддержку. И другие партии, и КПРФ, и общественные организации. Все были на готове, все. Мы звонили депутатам, обрывали все телефоны. С возмущением, как они могли вообще такое придумать. Понимаете? Мы понимаем, что им это нужно. Чтобы люди не голосовали, не выбирали. А они там между собой, в городской думе, выбрали бы кого-то между собой. С учетом того, что там подавляющее большинство единороссов сейчас, мы понимаем, кого они выбрали бы. А, ладно, сказали нельзя про единороссов. Ну, будем говорить о ней. Можно так? Значит, ну в общем, вся эта наша буйная активная деятельность привела к тому, что городская дума собралась на заседание и отозвала этот свой позорный законопроект. Понимаете? На самом деле в Хабаровском крае везде уже отменены прямые выборы глав сельских поселений. Только в Хабаровске и в Комсомольске оставалось. Если бы мы с вами проспали, промухали, отнеслись равнодушно к этому факту, то у нас 8 сентября с вами не было бы возможности выбирать мэра такого, какого мы хотим и желаем. Правда, и сейчас они нам мало выбора оставили. Ну ладно, об этом другой вопрос. Еще недавно столкнулся с таким, что проблема дошкольного образования, проблема в чем она состоит? В финансировании. У меня у самого трехлетний сын, и мы постоянно у нас в садике. Сдайте на это, сдайте на ремонт, сдайте на то, сдайте на... У нас активные материалы, комитет матерей. И мы тогда, они подошли к заведующей, спросили, а почему, собственно, что разве не выделяются деньги бюджетные, то есть дошкольные, на ремонт. Сказали, нет, они записались на прием в отдел образования, таких денег нет. Как? И мы идем к тому, что хотим сделать, чтобы было достойное дошкольное образование, то есть чтобы не нужно, так же и в школах, постоянно на что-то надо сдавать, что-то сделать, что-то еще. То есть, а куда? Это же все муниципальное, все образование муниципальное, и нету на это денег у города. Идет, я бы даже сказал, в прямом смысле, побор с родителей. Как? Раньше такого, вспомните, никогда не было. Всегда было, да. А сейчас, что не квартал, так, пожалуйста, сдайте. Что не перевод в другую группу, пожалуйста, сдайте. Сегодня прочитал статью, где там говорится, был вчера, по-моему, отчет, что за 7 месяцев возрос подростковый бандитизм, ну не бандитизм, скажем, преступность подростковая, за 7 месяцев выросла на 1,2%. Это говорит о чем? Говорит о том, что наши дети не заняты. Нету доступного в спортивных залах, доступных спортсекций, когда все в те былые времена было все доступно бесплатно, детей загоняли. Сейчас же это все платно. Я хочу, к примеру, вам сказать, что всего лишь на весь спорт в городе выделено было 1 миллион рублей. На 1 миллион. Наши, вот я знаю, что наши спортсмены, именно дети, я про здесь сейчас говорю, они лучшие на Дальнем Востоке, в тех или иных видах спорта. То есть они выигрывают краевые соревнования, они ездят на зону Сибири, Дальнего Востока, это Приморский край. А дальше они не могут поехать, хотя не выигрывают, потому что нет денег. И как бы они заставиваются на одном месте. А хотя вы знаете, что у нас и олимпийские чемпионы в городе, да, они умеют работать, потому что дети дальневосточники, ну, в принципе, жильцы дальневосточники, это стержни, кремень, люди. Потому что только мы здесь живем в таких, ну, грубых таких условиях, да, суровых условиях. А денег нет, зато поднимают себе они, на расходы себе поднимают. А детям нет, тоже мы хотим работать на нем, чтобы были доступные спортзалы, доступные секции, чтобы дети не болтались по улице, а были заняты в спортзалах. И это и для здоровья, и для всего это полезно. Вы сами это прекрасно понимаете. Здравствуйте. От какого округа баллотируешься? Здравствуйте, уважаемые собравшиеся. Я кандидат по 24-му избирательному округу, Мали Алексей. Хотел бы заявить такой призыв. Я считаю, что чем больше мы будем обращать время и внимание на политику, тем больше мы будем влиять на то, что происходит вокруг нас. Потому что, как правило, происходит следующее. Мы все возмущаемся и обижаемся на то, что вот такие сякие, там кто-то развалил, кто-то украл, кто-то наворовал. Вспомните такую поговорку. Как правило, не тот виноват, кто украл, а тот виноват, кто мимо прошел в тот момент, когда крали. Правильно? Правильно. И получается, что мы сами своим бездействием и своим отсутствием внимания, своим отсутствием желания во всем в этом участвовать, мы позволяем кому-то красть, кому-то убивать, кому-то избирать, того, кого хотят избирать. И получается, что мы просто сидим дома у телевизора с кружкой, кто-то пиво, кто-то чая, и рассуждаем о том, как живется плохо, а что мы сами для этого сделали. И когда некоторые люди начинают заявлять и говорят, вот, там коммунисты развалили, коммунисты там такие, коммунисты сякие, что вы там плохого сделали, но никто не берется на себя взять ответственность о том, сказать, что он лично сделал для того, чтобы было хорошо. Кто что сделал. И нам просто, надо просто самим себе признаться в том, что, даже не то, что признаться, а просто задуматься о том, почему у нас бытует часто мысль о том, сама фраза вот такая часто встречается, что толку, для чего ходить на выборы, что толку за нас не решили. Так кто что решил. Вы сами просто задумайтесь о том, кто в прошлом году решил на выборах губернатора. И когда явка превысила 50%, все возможные и невозможные решения по поводу того, что за нас решили, они просто сами собой отпали. Потому что люди пришли на выборы и воспользовались своим законным правом избирать. И они выбрали того человека, который сейчас при власти. Плохо он сейчас, плохо или хорошо, это вопрос второй. Кому-то нравится, есть фанаты губернатора, есть противники, дело не в этом. Мы сами его когда-то пытались людям говорить, что приходите на выборы и избирайте. Дело в том, что когда люди пришли и выбрали, они должны были понять, они не поняли, что они могут избирать. И теперь мы понимаем, и по итогам мы можем сделать еще один выбор. Если назначили, грубо говоря, на работу человека, и с работы точно так же можно и уволить, по идее. И то есть в этом надо просто себе поверить. В том, что сейчас проходят выборы в Краевую Думу, в Городскую Думу, в Государственную Думу. И все эти ветви власти назначаете вы, граждане этого города, в данном случае этого округа. И вот Андрей Жила, ваш кандидат. Спасибо. Я хочу добавить, мы оставили для вас возможность выбирать мэра. Давайте его выберем все на выборы 8 сентября.